Здравствуйте! Сегодня у нас седьмой урок алгебры в девятом классе. Тема нашего сегодняшнего урока уравнения, приводимые квадратным. В рамках сегодняшнего урока мы с вами рассмотрим некоторые способы решения уравнений высших степеней и познакомимся с биквадратным уравнением, а также узнаем способ его решения. Данный урок у нас с вами будет построен на примерах, поэтому давайте начнем решать. Рассмотрим первый пример. Нам нужно решить уравнение 2х в квадрате плюс 3 в квадрате, вычесть 12 умноженное на 2х в квадрате плюс 3 и плюс 11. Все это равно нулю. Как и в прошлой теме, давайте с вами введем новую переменную, потому что если мы с вами начнем раскрывать скобки, приводить подобные, то в конце мы получим уравнение h четвертой степени, решить которое будет достаточно сложно. В этом примере, посмотрите, есть общее выражение, содержащее переменную. Это 2х в квадрате прибавить 3. Давайте заменим его на переменную t. наше уравнение в итоге приобретет вид t в квадрате минус 12t плюс 11 равно нулю. Это уравнение второй степени и решить его мы сможем достаточно легко. Давайте обратим внимание на доску. Это приведенное квадратное уравнение, и мы можем решить его при помощи теоремы Виета. Как вы помните, по теореме Виета произведение корней равно коэффициенту c, а сумма корней – число обратному коэффициенту b. Так как коэффициент b у нас равен минус 12, то сумма корней будет равна 12. Чтобы решить данную систему, мы можем угадать два числа, которые будут соответствовать и первому, и второму равенству. Здесь несложно догадаться, что это будут числа 11 и 1. Получается, значение t у нас 2. Это числа 11 и 1. Теперь нам нужно произвести обратную замену. Теперь уже выражение 2х в квадрате прибавить 3 будет равно не t, а конкретному числу 11. Это неполное квадратное уравнение. Решим его путем переноса неизвестных в одну сторону и известных в другую. 2х в квадрате равно 8. Разделим все уравнение на коэффициент при х. Получим уравнение х в квадрате равно 4, которое будет иметь 2 корня. х1 равное 2 и х2 равное минус 2. Это же выражение 2х в квадрате прибавить 3 приравняем к другому значению t к единице. Также перенесем неизвестные в одну сторону и известные в другую. 2х в квадрате будет равно минус 2. Разделим все на число 2, на коэффициент при х. х в квадрате равно минус 1. Как вы видите, квадрат не может быть числом отрицательным, соответственно, у данного уравнения решения нет. Наше уравнение имеет всего лишь 2 корня. Давайте запишем ответ. х1 равен 2 и х2 равен минус 2. Мы решили данное уравнение. Рассмотрим следующий пример. Надо решить уравнение, где в левой части произведение 2х квадратных 3-х членов, а в правой части 0. Если мы с вами начнем раскрывать скобки, то опять получим в левой части многочлен 4-й степени. Решить данное уравнение будет достаточно сложно. Давайте с вами попробуем использовать опять тот же самый метод введения новой переменной. Посмотрите. Наше уравнение содержит два одинаковых выражения с переменной. х в квадрате прибавить х в первом множителе и во втором множителе. Опять мы можем заменить данные выражения одной переменной t. Тогда наше уравнение превращается в уравнение, где в левой части произведение 2х множителей t-1 и t-2, а в правой части 0. Давайте запишем данное уравнение на доску. t-1 умноженное на t прибавить 2 равно 0. В левой части у нас произведение 2х множителей, в правой части 0. Произведение равно 0 тогда, когда хотя бы один из множителей равен 0. Значит, наше уравнение сводится к двум линейным уравнениям. Или t-1 равно 0, или t прибавить 2 равно 0. Решением первого уравнения будет значение t, равное 1. Решением второго уравнения значение t, равное минус 2. Давайте теперь произведем обратную замену. Исходное выражение x в квадрате прибавить x равно 1. Или x в квадрате прибавить x равно минус 2. Решим первое уравнение. Это уравнение второй степени. Перенесем единицу в левую часть. Получим квадратное уравнение. Решим его с помощью дискриминанта. Дискриминант равен коэффициент b в квадрате у нас единица минус 4 умножить на коэффициент a1 и умножить на коэффициент c минус единица. 1 прибавить 4. Получаем значение дискриминанта, равное 5. Найдем первый корень. x1 равен минус коэффициент b, то есть число, противоположное коэффициенту b, минус 1, плюс корень квадратный из 5. И все это разделить на 2а или на 2. Так как вычислить корень квадратный из 5 не предоставляется возможным, то мы оставим данный корень в виде корень квадратный из 5 минус единица деленное на 2. Найдем второй корень. Заменим знак между числом обратным коэффициенту b и корнем квадратным из дискриминанта на минус. Если мы вынесем минус единицу перед дробью, то наш второй корень будет равен минус единица плюс корень квадратный из 5 и деленное на 2. Первое уравнение имеет 2 корня. Да, они не целые числа, но тем не менее они являются корнями нашего уравнения. Решим второе уравнение. Для этого также перенесем двойку через знак равно, поменяем знак на противоположный. Получим уравнение х в квадрате плюс х плюс 2 равно 0. Также решим данное уравнение через дискриминант. Дискриминант будет равен также единице минус 4 умножить на 1 и умножить на 2. 1 минус 8 минус 7. Так как у нас дискриминант получился число отрицательное, то решения у данного уравнения нет. Данное уравнение корней не имеет. Запишем ответ. Корнями нашего исходного уравнения будут два числа. корень квадратный из 5 минус 1 деленное на 2 и минус корень квадратный из 5 плюс 1 деленное на 2. Давайте теперь разберем следующий пример. Нам нужно решить уравнение х в четвертой степени минус 5х в квадрате минус 36 равно 0. Данное уравнение, на первый взгляд, не содержит одинаковых выражений с переменной, но оно также имеет свой способ решения. Такие уравнения называются биквадратными уравнениями. Давайте с вами дадим определение данному уравнению. Биквадратные уравнения это уравнение вида ах в четвертой степени плюс bх в квадрате плюс c равно 0. Приставка b здесь означает двойной квадрат. Здесь одна переменная встречается только в двух степенях в четвертой и во второй. В данном уравнении х это переменная а, b, c некоторые числа и при этом а не равно нулю. Решаются подобные уравнения также через введение новой переменной. Давайте теперь попробуем решить наше уравнение введя новую переменную t. Но вот только как это сделать? Посмотрите, мы имеем х в квадрате. в квадрате наименьшую степень нашей переменной и х в четвертой степени, которая, исходя из определения b квадратного уравнения, является двойным квадратом переменной. Если мы введем новую переменную t, заменив ей х в квадрате, то наше уравнение из b квадратного превратится в квадратное, которое можно представить в виде как t в квадрате минус 5t минус 36 равно нулю. Давайте теперь с вами решим полученное квадратное уравнение относительно переменной t. t в квадрате минус 5t минус 36 равно нулю. Решим данное уравнение через дискриминант. коэффициент b в квадрате у нас 25 минус 4 умноженное на минус 36. 25 прибавить 144 и дискриминант у нас равен 169. Соответственно, уравнение будет иметь 2 корня. Переменная t1. 5 как число обратное коэффициенту b прибавить корень квадратный из числа 169 равен 13 и делим все это на удвоенный коэффициент a, то есть на 2. 18 делим на 2. Первый корень равен 9. Найдем второй корень t2. Для этого мы 5 вычитаем 13 и также делим на 2. Минус 8 делено на 2 равно минус 4. Но если вы вспомните, что мы вводили переменную t, обозначающую x в квадрате, то значение t, равное минус 4, не устраивает нас по условию введения новой перемены, так как квадрат не может быть числом отрицательным. Не подходит по условию. что t у нас должно быть больше 0. Давайте теперь произведем обратную замену. x в квадрате теперь уже равно не t, а числу 9. Данное уравнение имеет два решения. Первое решение число положительное, которое в квадрате равно 9. Это число 3. Второе число отрицательное, тоже, которое в квадрате равно 9. это число минус 3. Соответственно, ответом нашего уравнения будет являться только два корня. x1, равное 3, и x2, равное минус 3. Как вы видите, все типы уравнений, которые мы сегодня с вами рассмотрели, сводятся к одному единому способу решения. Данный способ решения давайте запишем как алгоритм решения некоторых уравнений высших степеней, которые можно привести к квадратным. Когда вы приступаете к решению уравнения, то сначала вы должны выяснить, есть ли у вас возможность ввести новую переменную и будет ли от этого результат. Если результат будет, то мы должны ввести новую переменную. Затем составить уравнение, которое содержит эту переменную. Решить полученное уравнение чаще всего, как в сегодняшнем нашем уроке, это будут квадратные уравнения или линейные уравнения, которые вы способны решить, чтобы найти вновь введенную переменную и путем произведения обратной замены решить исходное уравнение с исходной переменной. На самом деле все не так сложно, если вы отработаете этот алгоритм и научитесь его применять на практике. Теперь давайте подведем с вами итоги урока. Сегодня мы с вами рассмотрели некоторые способы решения уравнений высших степеней, а также познакомились с биквадратным уравнением и научились его решать. На этом наш сегодняшний урок окончен. Спасибо за внимание.